Я покажу вам очень необычный фокус с нахождением карт, попрошу зрителя взять часть колоды, положить в сторонку, то есть я даю ему колоду карты, он берет небольшую часть, кладет в сторону, снова берет небольшую часть, кладет сюда и остаток кладет сюда. Это классический фокус, я прошу зрителя взять вот эту стопку, 3 карты положить под низ и по одной карте положить на каждую стопку, следующая стопка, также 3 карты под низ, по одной карте на каждую стопку, снова 3 карты под низ, по одной карте на каждую стопку, ну и последняя стопка точно так же, 3 карты под низ и по одной на каждую стопку. И самое интересное то, что это классический фокус, я думаю все понимают к чему все идет, у нас здесь раз, два, три, четыре туза, но я был бы не Неро Янгом, если бы не сделал еще щелчок и там где у нас туз черви, там оказался король черви, там где туз пики, король пики, там где туз треф, король треф и там где туз буби, король буби. Сейчас мы уже перейдем к подробному обучению на этот фокус, но сперва хочу напомнить вам то, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою колоду карт Vintage Size Cinder Edition. Это моя колода, которая имеет ограниченный тираж всего 500 штук и соответственно к ней также в комплекте идет подробное видео обучение на фокусы со специальными картами из этой колоды. Приобретая эту или любую другую колоду, там есть такая же в красном цвете например, вы поддерживаете меня, мой канал и выход новых роликов. Переходите, ссылка на мой магазин NaeroShop.ru будет в описании. Но мы переходим к обучению на сегодняшний фокус. Многие фокусники я думаю в курсе, что есть такой фокус, когда вы делите колоду на 4 стопки, в каждой стопке 3 карты под низ, по одной раздайте и по итогу у вас в конце появляются 4 туза. Сверху каждой стопки находится туз. Это очень старый классический фокус, который мне показывали еще во дворе. Это улучшенная версия и при этом все не так просто как кажется. Казалось бы, ну что там, под тузов положить королей, вот и весь порядок, делаем все то же самое, фокус получается. Нет, вы можете попробовать по-разному и я не думаю, что вы подберете правильный порядок карт. Но я вам сейчас его покажу. Нам нужно взять 4 туза, 4 короля и одну карту, например, Джокера, либо любую другую, из которой мы делаем вот такую штуку. Брейзер Крэмп называется. То есть мы выгибаем ее лодочкой вот так. К ней мы вернемся чуть позже. Давайте сначала разберемся с этими картами. Как у нас вообще карты идут по порядку? Вы можете расположить их без разницы, да, по мастям, но если вы хотите, чтобы у вас в конце не просто было 4 короля, 4 туза, а чтобы они шли попарно, по мастям, тогда нужно расположить вот так. Туз пик, я показываю лицом вверх. Туз треф, туз буби, туз черви. Далее идут короли. Первый король, король черви. Далее вы берете колоду карт и вам нужно взять 8 случайных карт. И мы кладем их вот так сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. У нас здесь 8 карт. И теперь наша задача после этих 8 карт взять нашего Джокера. Положить вот так. То есть наш выгнутый Джокер находится здесь. После этого мы берем снова колоду. Две случайные карты. Раз, два. И далее в определенном порядке раскладываем королей. Сначала идет король треф, потом король буби, потом король пики. И все вот это идет наверх колоды. Все. Вы подготовили колоду, вы готовы к показу фокуса. У вас все должно будет получиться. Внимательно повторяйте за мной, чтобы точно все вышло. Итак. Для начала вы, конечно же, можете сделать несколько фальш-тасовок, фальш-подснятий. Но имейте ввиду то, что вам нужно будет сохранять, ну вот такой вот блок карт. То есть по толщине запомните, да, сколько это примерно карт сверху колоды. И его перемешивать нельзя. Самое простое, что вы можете сделать, это повернуть колоду вот так. И немного послистывать карты вот таким вот образом, не доходя дальше середины. И потом вернуть вот эту часть на низ. То есть мы слистываем отсюда. И потом то, что у нас в правой руке, возвращаем вниз. Таким образом у нас верхняя часть колоды не перемешивается. Далее. Наша задача объяснить зрителю то, что он сейчас должен подснять колоду. И мы это делаем в качестве примера. Мы сами подснимаем первый раз. Но подснимаем мы именно на нашем выгнутом Джокере. Из-за того, что он выгнут, вам будет легко отделить этот участок колоды. Видите? То есть я расслабляю, он сам отделяется здесь. Соответственно вам нужно будет поднять именно там. И как бы положить в сторонку. Это будет первое подснятие, которое сделали вы. Но вы его делаете в качестве примера для зрителя. То есть вы объясняете. Сейчас возьми вот так часть карт, положи в сторонку. После этого протягивайте ему колоду. Далее он может как угодно подснимать. Абсолютно не важно. Главное, чтобы здесь у вас снизу был Джокер. После этого он поднимает часть карт. Вы просите положить вот сюда, рядом. И у него остается еще. Он также должен где-то подснять. Вот так. И остаток вот сюда. То есть самое важное это первая стопка. Но здесь все делаете вы, так что париться не стоит. Остальное должно идти вот так вот. Все слева направо. Далее. Вы берете самую последнюю стопку. Которая находится для вас справа. То есть ту, которую зритель в самом конце положил вот сюда. Вы объясняете зрителю то, что возьми эту стопку. Возьми три карты сверху. И положи под низ. И далее вы показываете пальцем. И вот так по одной. Положи карте на каждую стопку. И вы показываете именно слева направо. То есть он должен начинать вот с этой стопки. В этой и в этой стопке это не столь важно. Но в этой будет очень важно. Поэтому сразу же его приучите к тому, что он должен слева направо идти. И он идет вот так. По одной карте. Раз. Два. Три. Войдет в сторонку. То есть фокус уже будет автоматически работать. Если он будет делать все правильно. Берет следующую. Три под низ. Одну сюда. Одну сюда. Одну сюда. То есть также слева направо. Далее. Три под низ. Одну сюда. Одну сюда. Одну сюда. Далее. Снова. Вот здесь. Три под низ. Одну сюда. Здесь также слева направо. Одну сюда. одну сюда. Все, у вас уже все готово. Тузы уже на месте. Вы можете щелкнуть и показать зрителю. Раз, два, три, четыре туза. После этого, как бы, можно сделать небольшую паузу, как будто это все. Но потом вы щелкаете и показываете теперь не сразу, а по одной. То, что смотри, у нас здесь туз черви. А здесь оказался король черви. Здесь туз пик. И оказался король пик. Здесь туз треф. Король треф. И здесь туз буби. Король буби. И на этом фокус заканчивается. Я надеюсь, этот ролик вам понравился, как и сам фокус. Если это так, не забудьте поставить лайк. Пишите в комментариях мнение о фокусе. И также не забывайте то, что по ссылочке в описании находится мой магазин карт наирошоп.ру где вы можете приобрести точно такую же колоду, как у меня, которая идеально подойдет для фокуса в кардистри или игр с друзьями. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok